С главными событиями к этому часу с вами в студии Елена Семеновичева. Постепенно к избирательным участкам подходит все больше людей. Напомню, сегодня вся страна, в том числе и Ненецкий округ, выбирает депутатов Госдумы 7-го созыва. Ровно 8 часов по московскому времени на территории региона открылся 51 избирательный участок. Отдал свой голос и губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин. По информации Центральной избирательной комиссии, на 15 часов явка по городским участковым комиссиям 27,01%. По Заполярному району 39,26%. В целом по округу явка составила 33,69 или 12 717 человек. Свой гражданский долг губернатор Ненецкого округа исполнил на избирательном участке в школе номер 3. Игорь Кошин отметил важность в думских выборах, ведь от их результата зависит будущая политика развития нашей страны на ближайшие пять лет. Мы избираем тех людей, вы знаете, вернулись выборы по одномандатным округам, и у округа будет свой депутат-одномандатник. Мы избираем тех людей, которые будут формировать политику развития территории, которую они представляют, также на ближайшие пять лет, это как минимум. Основное пожелание к депутатам, которые будут избраны от нашей территории и политическим партиям, безусловно, Ненецкий автономный округ, уникальный субъект Российской Федерации. Вы знаете, мы целиком входим в территорию арктической зоны, и мы подготовили ряд больших инфраструктурных проектов, и их реализация будет зависеть от той политики, которую будет проводить государство по отношению к Арктике, по отношению к северянам. Безусловно, мы участвуем сегодня в выборах с большой надеждой, что депутаты избраны от нашей территории, и те политические партии, которые пройдут в парламент и будут избраны, продолжат тот курс на развитие нашей страны в целом, ну и соответственно округа. Из года в год активность местных жителей в день выборов традиционно высокая. Председатели участковых избирательных комиссий отмечают сегодня хорошую явку. Жители региона идут на участки выбирать своё будущее и связывают с думскими выборами большие надежды. Пожелание есть одно, больше думать о народе, о тех, кто выбрал данного кандидата, а не о личных интересах. А надежды, конечно, только на самое лучшее. Как всегда, ждём от выборов новых совершений, новых достижений выбранными кандидатами. Я выполнила свой гражданский долг, проголосовала за партию, считаю, которая достойна. Но несмотря на то, кто победит, я надеюсь, что жизнь в регионе станет лучше после этих выборов. Чтобы народу жилось лучше гораздо. Потому что очень бы хотелось, чтобы наши вот эти власти, кто там придёт к власти, чтобы занялись вопросом, каким образом устроить молодёжь на работу. Очень большая проблема, я считаю. Очень большая. Будет работа, будет и жизнь хорошая. Важность думских выборов понимают и представители собрания депутатов Неницкого округа. Председатель регионального парламента Анатолий Мяндин справедливо отметил, что регионам, в том числе и Неницкому округу, спустя много лет выпала уникальная возможность выбрать в Госдуму своего депутата-одномандатника. Это даст возможность слабировать интересы округа и его жителей, в том числе путём положительного принятия решений по тем законодательным инициативам, по тем законопроектам, которые вносит в Госдуму наш округ, отметил Анатолий Мяндин. Такая практика у нас есть, и мы эту работу ведём и будем продолжать, в том числе по тем вопросам, которые поднимают перед нами жители округа. Кроме этого, я надеюсь, с помощью депутатов Государственной Думы мы сможем как можно больше привлечь средств из федерального бюджета. Это сегодня возможно благодаря договору, который был подписан и ратифицирован почти два года назад с Архангельской областью. Поэтому эта работа сегодня уже ведётся, и только в этом году порядка одного миллиарда рублей с федерального бюджета округ может получить на определённые цели, в том числе на строительство дорог, на строительство социальных объектов, детских садов, школ. Я думаю, что вот эта работа с помощью депутатов, она должна быть продолжена, и мы можем получить действительно солидные суммы с федерального бюджета, с учётом того, что сегодня у нас есть некоторые проблемы с наполнением нашего окружного бюджета. Отдал свой голос за депутата-одномандатника и депутата по партийным спискам и Александр Лутовинов, представитель регионального парламента. По мнению депутата, за нынешними думскими выборами – будущее региона. С теми, кто будет представлять наш округ в Госдуме, регион будет держать максимально близкую связь. Сейчас многое будет зависеть от депутатов, которые войдут в состав Государственной Думы. Я считаю, что вот та возможность, ключевая возможность, которая определена тем, что наш субъект Российской Федерации, Нинский автономный округ, может иметь в составе Государственной Думы два своих депутата, на мой взгляд, это очень важно. И вот такой возможностью надо максимально воспользоваться, чтобы мы могли представлять свои интересы своего округа в законодательном собрании. Напомню, сегодня жители всей страны, в том числе Нинецкого округа, выбирают депутатов Госдумы седьмого созыва. На своем участке каждый избиратель получает два бюллетеня. Отдать свой голос предстоит за кандидатов по одномандатному избирательному округу номер 221 и кандидатов по партийным спискам. Напомню, избирательные участки на всей территории округа открыты до 20.00.